В Запорожье открыли центр экстренно-медицинской помощи. Впервые идея управлять всеми службами скорой помощи из централизованной диспетчерской появилась в 2012 году в рамках всеукраинского проекта. Начали реконструкцию здания, но дальше, ввиду отсутствия финансирования, продвинуться не смогли. Теперь, благодаря помощи облсовета и социально-ответственному бизнесу, проект удалось завершить. Проект такой единой диспетчерской службы уже третий, успешно реализованный в Украине. Пока полноценно подключены Запорожье и Запорожский район. На днях обещают Вольнянский, а потом остальные районы переключат на централизованную диспетчерскую. По области планируют организовать 21 диспетчерский пост. Принципиальное сокращение времени приема вызова. За счет базы данных пациентов, которая на сегодняшний день формируется с каждым вызовом, с каждым днем мы формируем базу данных пациентов. Сокращение времени приема вызова, сокращение времени передачи вызова, логистика управления бригадами скорой помощи. То есть вызов сразу же отдается на ближайшую свободную бригаду, не тратится время вручную передачи записи вызовов, передачи ее в режиме телефонном. То есть все это сокращает время доезда. Шесть диспетчеров на приеме, еще семь обеспечивают направление. В ведении Натальи Хортицкий район. За смену, говорит, поступает порядка сотни вызовов. В зависимости от степени сложности передает их специализированным бригадам. Чаще всего обращаются пенсионеры с давлением, они очень любят лечиться на скорой. Температуры, очень много травм, очень много алкогольных опьянений, лежачих мужчин, которые мы как-то и не должны вроде их обслуживать, потому что убрали же вытрезвители. И полиция звонит нам, мы отправляем их в стационары. Хотелось бы порадоваться за Запорожье, что у нас такая система есть и обратиться к жителям нашего города, чтобы службу скорой помощи, она у нас экстренная, вызывать в определенных случаях. Я два слова скажу. ДТП, ножевое ранение, сердечный приступ, потерял сознание. Но когда вызывают, извините, померить температуру, снять электрокардиограмму и перевести из одного участка города в другую, ну это никуда не годится. Мы стараемся обеспечить всех медицинской помощью. Это серверное отечественного производства обошлось 3 миллиона гривен. Вместе с остальным оборудованием и обучением диспетчеров 8 миллионов. Деньги на это выделил областной совет. Еще 12 миллионов от комбината «Запорожсталь» хватило, чтобы завершить реконструкцию, купить компьютеры, средства связи и мебель. Я думаю, что как раз этот пример, когда объединив усилия всех и социально ответственного бизнеса, и средств государственного бюджета, и областного бюджета, мы можем решать эти проблемы. Мы на сегодняшний день ставим задачи, чтобы эта система распространения имела на территорию всей Запорожской области. На сегодняшний день, в прошлом году мы купили 9 новых скорых машин. В этом году планируем, не буду называть количеством, но планируем существенно изменить подвижной состав за счет областного бюджета. И на следующей сессии июньской мы будем депутатам предоставлять возможность проголосовать за этот вопрос. Подобрали технику, которая будет использоваться в сельской местности. Это повышенные проходимости с высоким клиренсом, четырехприводные скорые на базе машины «Форд». Пока что все вызовы через централизованную диспетчерскую дублируются под станциями скорой на всякий случай. Однако, чтобы техника заработала на полную, одной компьютеризации мало. В дальнейшем для ускорения процесса планируют обновить транспорт и приводить в порядок дороги. Продолжение следует...